Мурманской областной думы Фраза «деньги счет любят» буквально стала девизом последних заседаний Думы. Депутаты обсуждали бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В целом в бюджете все обязательства, то что социального характера, работы муниципалитетов и в целом работы всех профильных наших министерств, которые обеспечены работой всех наших бюджетных организаций Мурманской области, финансированы полностью обеспечены. Финансовый документ приняли 10 декабря большинством голосов. Против высказались четверо парламентариев. Очень приятно, что на сферу образования идет увеличение финансирования по всем годам. Это здорово. Но есть некоторые проблемы, которые надо решать неукоснительно. Они связаны прежде всего с питанием, и не только с школьником. Хотя мы увеличиваем каждый год на определенный норматив на 4%. Но сама сумма питания 156 рублей – это мало. Этот вопрос находится на контроле. Его рассмотрят при следующей корректировке бюджета. У каждого депутата остался такой проект, который он бы хотел внедрить, который он обещал своим избирателям на своем именно округе. Мы знаем, что у нас, конечно, образование и здравоохранение требуют больших воважений, еще больше, чем они сейчас предусмотрены. И поэтому мы встречались с губернатором всех фракций. Мы договорились, что даже то, что не вошло сейчас в бюджет, мы обязательно в рабочем порядке, при исполнении в течение финансового года будем все равно пробовать реализовывать эти проекты и при корректировке бюджета предусматривать денежные средства на те проекты, которые, к сожалению, пока сюда не вошли. Однако на многие социальные вопросы удалось найти финансирование. Например, дополнительные выплаты получат почетные доноры, увеличатся подъемные, которые выдают приезжим врачам с полумиллиона рублей до миллиона, и младшему медперсоналу с 300 тысяч до 500. Социальный блок мы рассматривали на комитете программу «Социальная поддержка», на которую выделяется 19,7 миллиардов рублей. Это больше на полтора миллиарда рублей, чем в прошлом году. На все подпункты программы дополнительные выделяется денег. После принятия бюджет отправят губернатору. Правительство области принимало активное участие в подготовке главного финансового документа. По словам главы региона, доходы области за последние два года выросли на 30%. Мы в этом году, обсуждая даже в правительстве проект бюджета, на рабочих совещаниях по отраслевым блокам, сразу приглашали председателей комитетов, других членов парламента для обсуждения, независимо от фракций, для того, чтобы они внутри, как говорится, повалились и понимали, почему такие решения принимаются, что предлагается, выбор между чем и чем делается, с учетом тех ресурсов, которые есть. И, скажу вам откровенно, в этом году даже у нас проще проходит прохождение бюджета в Думе, потому что сразу коллеги были участниками рабочих совещаний, которые проводились на моем уровне и на уровне моих заместителей. Уже долгое время одной из самых обсуждаемых тем в парламенте остается коронавирус. Вопросы, связанные с пандемией и ее влиянием на жизнь региона, поднимаются практически на каждом заседании. На нынешнем депутаты рассмотрели федеральный проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Сам законопроект, он не вводит каких-либо ограничений, он вводит понятие QR-кода, при этом позволяет региональным властям принимать самостоятельное решение о том, какие ограничения будут вводиться. То есть региональные власти, с учетом текущей эпид-ситуации в регионе, будут принимать решение, какие конкретные ограничения необходимо вводить. Потому что мы знаем, что в разных регионах совершенно разная эпид-ситуация. Какие-то регионы, извините, полыхают. В каких-то регионах, как в Мурманской области, например, благодаря вакцинации ситуация относительно спокойная. Не единогласно, но Мурманская дума поддержала законопроект с единственным дополнением, чтобы при вакцинации начали учитывать наличие у человека антител. В заботе о здоровье населения депутаты подняли вопрос об энергетических напитках. Парламентариев не устроило, что их бесконтрольно продают дети. Мы рассматривали на комитете этот вопрос. Были приглашены представители производителей энергетиков, которые нам пытались доказать, что это не вредно, что сравнивали энергетики с кофе, с сахаром. То есть такие доводы не обоснованы. После нескольких диспутов решение было принято. На полках с тонизирующими напитками в Мурманской области появится маркировка 18+. Закон приняли в первом чтении. А вот гаражи, наоборот, получили амнистию. Депутаты в первом чтении приняли закон, который позволяет оформить в собственности еще не оформленные гаражи и землю под ними. По России такой тренд, чтобы все это привести в официальную плоткость. И я хочу подчеркнуть, что старайтесь настолько мягко этот законопроект сделать. Любое подтверждающее, любой документ, справка, то есть малейшая привязка к данному гаражу, хвостпостройке, все это будет приниматься, учитываться с тем, чтобы человек мог без каких-либо сложностей поставить на учет свое хвост сооружение. Ну и мы должны понимать, что после легализации, кто не легализуется, это уже моя мысль, я думаю, что будут приниматься меры. Сейчас такие гаражи не зарегистрированы, как объекты гражданского оборота. Их нельзя продать или передать по наследству. Право выявить постройки с помощью запросов и обхода территорий отдали органам местного самоуправления. А право наладить связь между властью и северянами из рук депутатов получили семь новых членов общественной палаты. Часть губернатора Мурманской области назначается, семь представителей, семь представителей Мурманской областной думы и семь от общественной палаты действующего созыва. То есть мы выполнили, Мурманская областная дума выполнила свою задачу, сегодня избрала из 12 кандидатов, хотел бы обратить внимание, абсолютно все достойные 12 кандидатов. Вот из них наиболее, как мы считаем, наиболее ярких личностей, наиболее ярких людей, которые активно работают и участвуют в общественной работе на территории Мурманской области. И которые действительно, я уверен, обеспечат коммуникацию между властью, общественными организациями и, самое главное, жителями Мурманской области. Общественная палата выбирается на три года. В новый состав попали кандидаты, представляющие интересы инвалидов, работников здравоохранения, малочисленных народов и других. Первая встреча должна пройти до 4 февраля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА